А старший инструктор аквапарка, которого обвиняли в гибели 16-летнего посетителя, сегодня выслушал приговор. Стоит отметить, что процесс по делу Романа Кудашкина стартовал только с третьей попытки. Дважды судьи отказывались приступать к рассмотрению уголовного дела и возвращали материалы в прокуратуру для устранения нарушений. Трагедия произошла под занавес новогодних каникул в январе 2020-го. 16-летний юноша из Кемерово отдыхал в Новосибирском аквапарке вместе с семьей. Виталий купался в Медленной реке-аттракционе с искусственным течением. Глубина там небольшая, всего метр двадцать, однако подросток нырнул и застрял между трубами подводной скамейки. В случившемся обвинили сотрудника компании Аквасейф, которая отвечала за безопасность на объекте. Как установили следователи, с целью обеспечения постоянного наблюдения за водным аттракционом Медленная река, территория аттракциона разделена на шесть постов. Утром 8 января 2020 года обвиняемый, составляя ведомость расстановки подчиненных ему инструкторов, выявил, что для исполнения обязанностей прибыло недостаточное их количество. В таких условиях он принял решение объединить зону ответственности двух постов. Подросток оказался вне поля зрения спасателей и утонул. Из воды пострадавшего достали только через две минуты. К тому моменту он уже находился в состоянии клинической смерти. Спустя несколько дней несовершеннолетний скончался в реанимации 34-й больницы. А Роману Кудашкину пришлось отвечать за свое роковое решение перед Фемидой. Роман Кудашкин обвиняется следствием по статье 238 ГК РФ. Это оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшей по неосторожности смерть человека. Произошло его утопление в воде с наступлением у него механической асфиксии в результате закрытия дыхательных путей и водой. Вину молодой человек не признал. Адвокат подсудимого утверждал, что потерпевший сам нарушил правила поведения на воде и настаивал на оправдании своего подзащитного. Однако суд вынес обвинительное решение. Родные фигуранта, которые пришли его поддержать, не смогли сдержать слез. Назначено наказание в течение свободного сроку один год. Заметено наказание в течение премидах работы сроку один год с удержанием 10% заработной платы сужденного ежемесячно. С работодателя Кудашкина компании Аквасейф в пользу родителей погибшего подростка суд постановил взыскать 2 миллиона рублей за моральный ущерб. Адвокат Романа заявил о намерении обжаловать обвинительный приговор. Я считаю, что в действиях нет никакого состава преступления. Это произошел несчастный случай. Сейчас получим приговор, изучим его. И я думаю, что пойдем в апелляцию.